Сергей Джердж, глава общественной лиги Украины-НАТО присоединяется к нашему эфиру. Сергей Федорович, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Федорович, ну а насколько в целом, да, вот нынешняя позиция, давайте так, лидеров Венгрии, да, избранных, назначенных, да, она реально способна навредить НАТО таким образом, что сейчас в Альянсе реально, возможно, пересматривает свое отношение к самой Венгрии. Ну и действительно, как говорится, тревожится по поводу того, что заявляет и что делает Виктор Орбан и его команда. Да, тревожится в НАТО, тревожится в Европейском Союзе, потому что действительно политика Венгрии в последние годы вызывает многие вопросы. Не только в Украине мы здесь смотрим на это с опаской, потому что главная Венгрия объявила, что они не будут поставлять Украине оружие и не будут пропускать вооружение через свою территорию. То есть то оружие, которое поставляют Украине, оно проходит другими путями. Это вообще, конечно же, вызов европейской системе безопасности, потому что Украина в данном случае жертва, жертва враждебной агрессии. Сегодня, как известно, две страны ведут войну, официально две страны ведут войну в Украине, против Украины. Это ядерная держава Северная Корея и ядерная Россия. Поэтому две ядерных государства, причем можно уверенно сказать, что это две азиатские страны, Северная Корея и Россия, большая часть территории России находится в Азии. То есть это евроазиатское государство, фактически можно сказать азиатское государство. Поэтому я повторюсь, две азиатские страны, две ядерные страны ведут войну в Европе против Украины, которая является внеблоковым, которая является, извините, государством безъядерным. И как на это реагируют европейские структуры, европейские страны, европейский союз НАТО? Ну вот видим, Венгрия блокирует такие элементарные решения. Но следует отметить, что, конечно же, в рамках НАТО, в принципе, та рабочая группа, миссия Венгрии при НАТО, в принципе, они как бы на рабочем уровне. Вот все такие решения, которые НАТО принимает, поддерживают. Потому что если бы этого не было, то не было бы решений относительно Украины положительных в НАТО. А вот, ну, разочарование Венгрии вообще союзниками по НАТО уже достигает точки кипения, поскольку Будапешт продолжает заигрывать с Российской Федерацией. Как пишет политика, в Альянсе растут опасения относительно того, что Орбан может превратить страну в ненадежного партнера. Венгрия проигнорировала приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО. По словам дипломата одной из стран Альянса, встреча была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками. Но действия и риторика в Венгрии, они вызывают достаточно серьезное беспокойство. Ну, так достаточно дипломатично, конечно, это все прописано. Но вообще, что, собственно говоря, себя представляет понятие ненадежный партнер в контексте НАТО? Ну, это уже выходит как бы за рамки самого НАТО. Мы знаем, что в рамках НАТО, Североатлантический совет, они поднимают много вопросов, связанных с позицией Венгрии и Словакии. Но раньше это не выходило за пределы НАТО, за пределы организации. Было известно только о таком письме 11 стран НАТО к Венгрии, чтобы Венгрия не блокировала украинские вопросы, когда возникает такая потребность. В Венгрии много лет, последних, фактически блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. На уровне министров обороны, министров иностранных дел. В Венгрии это все блокировало. И поэтому нужно было или искать какие-то возможности встретиться с нашим министром, для министров других стран в рамках комиссии, какой-то другой формат использовать. Ну, например, как бы заседание переворочивалось к помощи другим странам в плане миссий каких-то в других странах, где Украина берет участие тоже. Таким образом, возможность была посидеть за общим круглым столом и Украине также посоветоваться со своими коллегами встретиться все-таки. И когда Венгрия блокировала эти встречи, часто они, конечно, проходили на уровне ниже, чем министерская должность. То есть Украину представляли или представители миссии Украины в НАТО или другие представители. Таким образом, этот уровень был несколько другой. Но практические вопросы, в принципе, решались. Но уже, да, так вот, они насыщие стран членов НАТО, они письмо прислали в Венгрию с тем, чтобы Венгрия отказалась от этих притязаний к Украине в плане гуманитарных вопросов. И не выносила вот эти двусторонние проблемные вопросы для того, чтобы блокировать общеевропейские безопасностные решения. Но не знаю, как на это Венгрия реагировала, но в целом в НАТО пришли к тому, что сегодня работает уже не комиссия Украина-НАТО, а совет Украина-НАТО. И по его протоколу решение Венгрии не нужно для того, чтобы его созвать и чтобы в нем приняла участие Украина на том уровне, на котором Украина считает нужным. Евросоюз недавно подал в суд, в принципе, на Венгрию за то, что они не соблюдают некоторые европейские законы. Но суд это дело долгое, будет вопрос еще разбираться. Но то, что у НАТО уже озвучили вот такую претензию, которую вы высказались, это говорит о многом. — Скажите, Сергей Федорович, если мы в целом можем выйти, знаете, на какую позицию, чтобы оценить, скажем так, деструктивную роль сейчас Венгрии в том единстве, которое вот в эти сложные времена должны показывать и Европейский Союз, и сама НАТО. Да, если мы говорим об этих блоках, о союзах, о блоках, то как они должны на это реагировать для того, чтобы это единство сохранить? — Ну, разговоры идут о том, чтобы исключить Венгрию, но нет механизма. Например, если мы говорим о НАТО, то страна может выйти только самостоятельно, приняв такое решение. А для всех остальных исключить кого-то не предусмотрен такой формат. Возможно, больше поле для маневров в Евросоюзе. Там такие разноуровневые законы, есть Европейская комиссия, Совет Европы, Евросоюз, Европарламенты. Эти все структуры по-разному сформированы. Может быть, там удастся как-то ограничить вот это деструктивное влияние Венгрии. Ну, оппозиция венгерская открыто говорит, что эти две партии, которые у власти, это партия Фидес, основная, которую представляют Орбан и Сеятра, и также партия Йобик. Эти две партии, в принципе, в тайный такой способ финансируемые были Россией. Об этом заявляет венгерская оппозиция. Они наводят какие-то примеры, факты, но все может быть. Это уже задача для венгерских правоохранительных органов, вывести все это на чистую воду. Но так, как из Сеятра тут поступил, не поехал на встречу к своим союзникам по НАТО, а поехал в Минск, где сказал, что здесь он очень рад быть в это время. И таким фактом высказал свое пренебрежение к союзникам и уважение к врагам НАТО. Я бы так сказал, сегодня для НАТО Россия главный дестабилизирующий фактор безопасности в Европе. Но, наверное, он помнит, что не так давно его наградили Орденом Дружбы Народов в Москве. Он получил этот орден и, возможно, отрабатывает такие нарративы. Те же самые пророссийские нарративы звучат и из уст Орбана, премьер-министра венгерии. Сергей Федорович, у нас немного совсем времени остается, но все-таки, да, логика есть в том, чтобы лишаться целой страны члена из-за того, что вот так вот себя ведут на данный момент, на данную каденцию избранные ее лидеры? Ну, тут было бы хорошо ограничить влияние Венгрии, особенно в Евросоюзе. Они там блокируют, например, предоставление денег Украине, ставят какие-то свои требования, чтобы им дали какие-то ресурсы, которые там как бы не предусмотрены для Венгрии и так дальше. Поэтому оптимальный вариант на сегодня – это ограничить вот это деструктивное влияние Венгрии хотя бы. Не говорить уже об исключении. Может быть, следующие выборы Венгрии принесут новых лидеров и политика изменится. Обновление, да. Сергей Федорович, спасибо вам за то, что присоединились к нашему эфиру за этот разговор. Сергей Джердж, глава общественной лиги Украина-НАТО, был с нами на прямой связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова